Мы начинаем заслушанное с первого выступления. Глава Алексея Прозвучит района. Спасибо. Мы все, пожалуйста, проходим. На что бы хотел обратить внимание всех присутствующих в ходе операционной работы для меня вызвало удивление ряд фактов. И хотел бы попросить, может, каких-то рекомендаций, может, каких-то идей от тех, кто гид работой занимается уже давно. Я создам тему в группе, и туда будет просьба тогда эти идеи озвучить, либо озвучить сейчас. Ну, могу выделить ряд, к сожалению, довольно многочисленных групп нашего общества. То есть есть люди, которым всегда просто, но все-все равно. Это понятно. А есть люди, которые очень достойно зарабатывают, и они могут обеспечить свой статус, причем не привести в недвижимость, куда-либо еще. То есть понятно, что, может быть, для них также не стоит же препятствовать этот вопрос. Есть группа, которые просто не верят, что можно что-то изменить, которые боятся даже на согласованном митинге ходить. И самое для меня удивительное было то, что довольно многочисленная группа тех людей оказалась, с которыми разговаривают как в руках своего общения, так и при раздаче листовок в общественных местах. Это люди с довольно-таки обычным, довольно скромным зачастую доходом, у которых ипотеки, у которых автокредиты, у которых иные долги, которые вынуждены во многом себя отказывать. Но эти люди почему-то поддерживают отход от патернализма, они поддерживают социал-дарвинизм. То есть, допустим, могу привести пример. Вот женщина в декрете с двумя детьми тоже говорит, что я поддерживаю отход от патернализма. Есть куча возможностей стать уникальным специалистом, есть куча возможностей занять высокий пост, куча возможностей, то есть, каждый, по ее мнению, может летать на личном вертолете. Если будет ходить на бизнес-тренинги, будет, не знаю, обучаться программированию, хотя не каждому удалось стать высококвалифицированным программистом. И также масса могу привести других примеров, где люди высказывались в поддержку пенсионной реформы, в поддержку иных реформ, благодаря которым страна будет все дальше и дальше отходить, вот тех соцгарантий, которые были в советское время. Вот и, то есть, даже скучался с мнениями, то есть, то, что, ну, плевать, что выиграть там еще 10-20-50 миллионов, главное, остальные будут жить лучше, якобы. Вот, то есть, хотел бы попросить, может, каких-то идей, вот, от присутствующих, вот, вообще, от вашего круга общения, вот, как вести акционную работу с людьми, там, каждая из данных категорий, которые либо поддерживают пенсионную реформу, хотя непонятно почему, потому что они не являются ни олигархами, ни чиновниками высшего ранга, там, ни уникальными специалистами и так далее, так и с людьми, которые уже сейчас безумно запуганы, так и с людьми, которым все равно, вот, и вообще, какие-то идеи за назвали. Спасибо. Следующий выступающий, Козлов Евгений. Это я. Спасибо. Ну, мы все тут регистрирулись, как жители Адмиралтейского района, но я позволю, все-таки, не от жителей Адмиралтейского района, а от Левого фронта, как координатор регионального отделения, приветствовать вашу конференцию, нашу конференцию, пожелать ей успехов. Считаю, что действительно очень правильно сделано, что собрали здесь и подвести итоги двух месяцев, и подумать, как дальше вести борьбу, и решить многие организационные вопросы. Вот передо мной уже товарищ говорил, что есть сложности. Действительно, ну, я не считаю, что мы потерпели поражение, потому что мы одержим победу на пенсионной реформе, когда победим эту власть, сместим эту власть. Пока у нас сил для этого нет. Мы можем сказать, что не удалось сорвать принятие законопроекта, закон о пенсионной реформе принят, но это тоже понятно по соотношению сил в Луне. Я хочу отметить, что и выступление Путина, оно в два раза увеличено число сторонников этой пенсионной реформы с 10 до 22 процентов, и уменьшено число тех, кто готов был участвовать в акциях протеста. Я к тому, что не надо иллюзий, что мы даже на этом вопросе, где 80-90 процентов, против, добьемся быстрых побед. Нам предстоит долгая, тяжелая борьба, и я рад, что мы объединяемся по широкому кругу не только пенсионно-реформы, но и социальных вопросов в этой борьбе. Я могу по опыту своему сказать, что нам не доносят это ни в 2005 году, когда шли протесты против монетизации, и вот создать какие-то районные структуры, ни в последующие годы. Если будут созданы реальные структуры в районах, и они начнут работать и по локальным проблемам, и с населением конкретно, расширять круг активов, потому что народ не только убедился, что пока нет конкурента мощного власти, на кого можно положиться, это одна из причин его пассивности, они не видят пока этого конкурента, и они не видят, что они сами должны стать этим конкурентом, объединившись. Вот эту задачу, я думаю, мы все вместе будем решать. Мы на испанком фронта, мы тоже только еще создаем районные структуры, мы приняли решение поддержать и конференцию, и создающееся районное отделение, как там будет названо они. И я уже задал вам вопрос, и хотим бы отметить, что, конечно, мы все разные, с разными взглядами, к ним там, вы видите, за минуту, но есть то, что нас объединяет, и ради этого единства, единства в борьбе, мы должны взаимодействовать и с КПРФ. Я об этом убежден, несмотря на всякие идейные политические разнорглазия. И вы, наверное, помните, что самые многочисленные и успешные митинги были и 28 июля, и 2 сентября, когда все мы были вместе и на площади, и на трибунях. Все, да? Поэтому я желаю успехов, надеюсь, что мы по ходу взаимодействия будем в товарищеской манере обширать наши разногласия, а самое главное добиваться согласия по положению вашей цели. Спасибо. Следующий баланс, Евгений, Красноярский район. Продолжение темы методов борьбы поступило такое предложение. Александр Владимирович Бузгарин, ну, некоторым, многим, возможно, известный, и в том числе другие левооппозиционные, скажем так, профессора и академические работники, группирующиеся вокруг журнала «Альтернативы», а также вокруг Конгресса работников образования и науки и образования всем, приглашают к себе на конференцию в Москву, посвященную общесоциальным вопросам, а также вопросам организации социального форума, планирующегося к проведению в Санкт-Петербурге этой весной. И, ну, вот, поступило от них предложение и просьба рассматривать этот социальный форум как некое мероприятие по социальной мобилизации и для выработки и обмена реально практическим опытом по борьбе против антисоциальных реформ и защиту трудящегося населения. Собственно, и если кому интересно, вот обращайтесь по поводу, то есть они могут к себе в Москву привезти от 10 до 15 человек за свой счет. Иван Ушкин, Олег КПРФ Уважаемые друзья, те, кто читал Ленина, особенно те, кто его изучал, знают, что в настоящее время в магазинах есть хлеб, масло, народ может его приобрести. То есть не созрели условия для социального взрыва в данный момент. Поэтому обыватель, труслив и сидит дома, ожидая, что кто-то из нас, став богатырем, освободит его от всех проблем. Это главная, в общем-то, мечта обывателя. Теперь, что же делать? Ну, вот наш уже 25-летний опыт социального протеста говорит о том, что достаточно эффективный способ это проведение пикетов в тех местах, где скапливаются люди. Возле рынков, возле торговых центров, возле метро. И если, скажем, мы будем продолжать проводить пикеты против этой политики в каждом на своем районе, поверяю вас, это будет достойное продолжение нашей борьбы. В том числе и не нужно отказываться от митингов, которые, к сожалению, сейчас будут оснуждены, наверное. Но поскольку идет закручение гаек по всей стране, по всей стране митинги загнали в лес. Ну, так вам для справки. Вот. Теперь, что касается организации прошедших митингов, значит, на 28 июля мы выпустили на трибуну всех, кто более или менее организованно записался. Не за три часа и там не дергая меня за штаны дали мне выступить. А так нормально, более или менее, там, на несколько дней. Далее. 2 сентября мы пытались дать слово тем, кто не выступал. Вот. Таких людей было немного. Вот. Ну и последний митинг, на который мы не захотели прийти, он состоялся в удивленном парке. К сожалению или к счастью, но мы действуем по плану. Если мы решили, что надо проводить митинг, мы проводим. Те обыватели, которые туда не захотели прийти, это их выбор. Вот. Но ход истории, к сожалению или к счастью, но подтолкнет их в конечном итоге к решительным вести. 27 сентября, это наш черный четверг. Гитаяевская реформа запущена, мы проиграем. Сейчас да. Но вот поляки сумели победить. Несколько лет они жили в условиях повышенного пенсионного возраста. Но давление снизу социальной мобилизации привели к тому, что правоконсервативное правительство, подчеркиваю, правоконсервативное, вынуждено было вернуть старый пенсионный возраст для польских кружеников. Сейчас подобные процессы происходят в Италии. Удастся социальная мобилизация, значит, итальянцы тоже вернутся к тем возрастным показателям выгода на пенсию, которые были в момент, ну, скажем так, становления социального государства в Италии. Возникает вопрос, сможем ли мы повторить польский опыт, сможем ли мы что-то добиться. Я считаю, да, если мы правильно построимся в дальнейшем борьбе. Первое, что должно быть и что у нас действительно хромало, это пропаганда. Мы не сумели дойти до каждого человека, который потенциально был нашим сторонним. Потому что все-таки работали как могли, выкладываясь полностью, но получалось выборочно и хаотично. Второе, мы не использовали иные формы, кроме буквально двух. Митинг, пикет, все. Но ведь смотрите, человеческое общество очень многообразно. Оно объединяется в самых разнообразных видах, в том числе в любительских объединениях, в каких-то традициях. Мы этого не использовали. Мы не используем, например, такую вещь, как походы за грибами. Ну, это же, ну, бред, как вынесет, чем мы любили. А вы зря смеетесь. Вы пошли за грибами, вот как говорили с людьми, вы оставили в листовке, и они, скорее всего, эти листовки смогут распространить виды своих продыкутов. Потому что вы с ними общаетесь. Более того, вы настроены с ними на одну волну. Вы понимаете? Вот это самое важное. Не просто вот вы выступили в коммуникации с человеком, а вы настроились на одну волну и чего-то добиваетесь. На самом деле, это может быть все, что угодно. Фестиваль, хоровое общество, любительское объединение, все, что угодно. Вот эти формы надо уметь использовать. Третье. Мы должны будем выйти на сотрудничество с другими группами, подобными нашей. в других городах. Череповецкий опыт очень интересный. Правда, там в основном действует прежде всего профсоюз работного образования. Но... Вот видите, вот интересно, Кукушнина работает с своими людьми. Умеет работать. Значит, надо уметь с ними. Тут тоже какой-то момент. И такие группы есть по стране. Там в Сарахтове, наверное, и Капарейро действует. Интересно. Вот там мне нравится, скажем так. Есть такие места. В Череповце профсоюзники, там где-то еще что-то. Находить такие места, устанавливать контакты, связи. Где это можно установить? Ну, прежде всего, в рамках тех реальных форумов, семинаров, конференций, которые проходят по стране. Вот тут Женя говорил по поводу предложений, вот конференция будет в Москве, которую в Узгале проводил. Я был на этих конференция, видел там разный публик, абсолютно разный. Можно этим воспользоваться? Нужно этим воспользоваться, чтобы туда приехали люди не только те, которые традиционно приезжают по линии профессорской, преподавательской, но и те, которые являются социальным активистами. Это возможно. Более того, поэтому есть возможность это оплатить. Значит, надо соединяться, находить точки соприкосновения, пересекаться и дальше строить свою борьбу. И последнее. На чем я хотел остановиться? Я понимаю, что у меня сегодня... Ну, учитель будет учить. Да, будет учить. Первое, что мы должны, мы должны учиться. Первое, быть организаторами. И второе, быть пропагандистами. Если мы этому научимся, тогда победа будет со мной. Другого нам не дано. у меня ошибка. Спасибо. Рыжев Павел, профсоюз работников здравоохранения 10. Учили, теперь будет лечить. По Петербургу, по медицинским работникам хочу сказать, что профсоюз слабовато. Связано это с особенностью наших активистов. Особенность в том, что медики сейчас варятся в своих личных и профессиональных проблемах. Связано это с демонизацией медицинских работников в данный момент в нашей стране. И сваливание всех собак и проблем именно на медика. Также проблема, почему не удается вывести медицинских работников на акции протеста, связанных с тем, что люди просто не знают, как правильно отстаивать свои права и вообще куда обращаться. Митинги считаются неэффективными среди медицинских работников. Хотя постоянно объясняется, что митинг это не конечная цель, что это одна из форм организации, люди не верят. И не верят они только потому, что, наверное, на протяжении долгого времени не проводилось такой просветительской работы о том, какими способами можно добиваться своих прав и отстаивать. И поэтому, наверное, одно из первых, что нужно сделать, это касается, наверное, не только медиков, это нужно проводить экономические и юридические ликбезы для работников, потому что люди очень многие не знают своих прав. Ну и второе, коротко сегодня выступаю, второе, наш профсоюз всегда выступал против повышения пенсионного возраста, то есть мы стояли строго на 55-60, единственное изменение, которым мы могли согласиться, это сторону уменьшения пенсионного возраста. И одно из предложений у нас тоже озвучивалось, это сокращение рабочего дня, то есть официально не по 80, а по 50. Такая позиция наша пострадавшая. Спасибо. Следующий. Приехин Алексей, РКРП. Здравствуйте, товарищи. Я как раз скажу, хорошо, что мы все-таки действительно провели эту конференцию, проводим ее сейчас и намечаем такую-то, так сказать, коалицию, то есть коррекционный штаб. У нас уже был опыт подобных коррекционных центров, то есть был комитет соведанных действий, был центр взаимопомощи рабочих. И, в общем-то, то есть, с одной стороны, хорошо, что теперь эта, так сказать, коалиция, наверное, преимущественно левая, людей, которые, с этих глядов, придерживаются социальной справедливости, борьбы за права рабочего класса, но важно то, что нам сегодня подключить именно как раз-таки рабочие профсоюзы, и я надеюсь, что мы все-таки включим либо сегодня, либо впоследствии, как можно больше именно представителей рабочих организаций, именно профсоюзных организаций, потому что повестка борьбы на территориальном уровне, она важна и нужна, но еще важнее, чтобы это была борьба именно непосредственно на предприятиях. Было много обсуждений насчет того, что, так сказать, возможно ли провести там всероссийскую стачку солидарности, да, то есть против пенсионной реформы. Понятно, что сегодня таких сил нет, но чтобы это было бы не просто, так сказать, лозунг и, так сказать, красивая фраза, а реальное дело, да, нам важно, чтобы все-таки на предприятиях именно мы могли действовать, да, то есть, и организовать людей, чтобы действительно в какой-то форме проводить эту борьбу. Вот. Ну, всем спасибо, вот, большое. До новых встреч. Иван Лох, МНТ. Ну, я хотел бы две вещи отметить. Первое, ну, всегда важно поговорить об ошибках, о том, что мы сделали не так. И, надо сказать прямо, власть сумела нас обвести вокруг пальца с датами, потому что, ну, мы думали, август, в августе ничего не бывает, хотя вот был 91-й год в августе, дефолт был в августе, ну, сами знаете, что бывало в августе. И на этот раз митинги назначили на сентябрь, а президент выступил в конце августа, и у нас люди сразу, видите, что произошло с явкой на митинге, все посмотрели, ну, все, теперь, значит, шансов нет, значит, раз президент сказал, мы проиграли. Ну, в следующий раз, значит, надо быть умней и не давать противнику времени забить нам гол. А второй, значит, вопрос такой, а что осталось от этой компании, что мы можем использовать. И мне кажется, что такая вещь. Вы знаете, кто себя, будто бы «Единая Россия», там, кандидаты, все это ерунда, все люди знают, что такое «Единая Россия», все знают ее рейтинги. Но вот, смотрите, два простойных объединения, соцпроф и ФНПР, абсолютно себя дискредитировали в глазах собственных членов руководства. Реально дискредитировало. Потому что эти люди напрямую поддержали меры, которые, ну, каждый, извините, работник, член этого профсоюза, он видит, что такое «Вострецок», что такое «Шпага», что такое «Исайф». «Вострецок». И мне кажется, что если мы попробуем как-то зацепить членов профсоюза, да, мы сами многие там члены ФНПР, члены других профобъединений, как бы, да, и снизу давить, то на самом деле это, ну, может, конечно, прямого эффекта не будет, но это может создать некое брожение в профсоюзах, которые на самом деле давно уже, как знаете, да, лежат как камни. И это по ФАСБР. А с соцпробом ситуация другая. Это же боевые профсоюзы, совсем недавно, да, и на самом деле там есть живые силы, мы все это знаем, и на самом деле вполне возможно, что вот то, что сделало «Стрецок», понимаете, они говорили всегда, ну, это не важно там, то, что в Думе происходит, мы боремся тут, а от него есть польза. Знаете, мне кажется, что есть шанс сейчас многое сделать в соцпрофе именно снизу. Если на самом деле мы обратимся к низовому уровню активистов и так далее. Спасибо. Заранее, прошу прощения, если не совсем правильно произвели фамилию, Се Чаинов, да? Се Чаинов, Роман, бессрочный протест. Это совершенно. Добрый день, дамы и господа. Я являюсь участником акции движения «Посрочный протест». Хотел бы сразу вам рассказать, кто мы. Мы являемся организацией простых людей, которые не побоялись выйти и донести свое недовольство существующим положением вещей. Для тех, кто не в курсе, данное движение сформировалось после 9-го числа в Москве и после было поддержано множеством городов. Почему оно сформировалось? Потому что мы считаем, что старые виды протестной деятельности себя изжили и на данный момент являются неэффективными. Наши главные идеи это децентрализация и отсутствие лидеров. То есть люди не сплочены вокруг одного человека, а все объединены идеей. И поэтому акция «Бессрочный протест» будет жить, даже если кого-то, не дай бог, закроют или с ними что-то случится. Как мы уже можем это видеть, опыт Армении показал, что это достаточно эффективно. Итак, расскажу вам, чем мы занимаемся. На данный момент мы занимаемся пикетированием, проводим различные акции, агитируем людей, также налаживаем коммуникацию между участниками, то есть не виртуальную, а в реальной жизни. Мы хотим того, чтобы люди перестали бояться власти имущих, потому что на самом деле, как пишет Конституция, власть это мы, а они лишь наемный персонал, которые должны выполнять свою деятельность. Мы считаем, что если недоволен, то выходи. На данный момент также наши цели это привлечение людей, то есть набрать массовость, чтобы власть нас услышала. И даже сейчас, имея немногочисленное количество единомышленников, мы проводим постоянное давление на власть. Наши конечные цели это, как уже можно быть многим понятно, смена неэффективной власти. Акция бессрочного протеста готова к сотрудничеству с различными организациями, движениями. Среди нас есть участники различных партий, движений. Мы налаживаем связи со всеми организациями, поэтому мы пришли к вам. Хочу отметить, что на данный момент акцию бессрочного протеста поддержали порядка 30 городов. Мы призываем всех, кто недоволен существующим положением вещей в России, присоединяться к нам. И чтобы вы не боялись этого бессрочного протеста, мы не требуем от вас, чтобы вы постоянно жили на улицах, в палатках. Вы можете к этому свободное время прийти поддержать нас. На этом все. Спасибо. Парыгин выступление и хотел больше обсуждались токсические вопросы. Как имитировать? Кстати, очень важно мне показалось, что нужно учиться быть организаторами и пропагандистами. Еще хотел сказать, что мы в целом, как движение мне показалось, пытаемся противодействовать. Это ведь так. Мы не думаем о том, что может случиться кризис буквально в любой момент. Не прямо сейчас, но в ближайшее время. И может быть стоит задуматься о том, чтобы организовываться, быть властью, что ли? Я не знаю. Как это методы есть? Ну, я же методы шага будет, это интересно. Позитивная программа Ну да, какая-то позитивная программа. Ну, за что? Мы против повышения пенсионного возраста, чтобы было так-то и так-то. Ну, было, что сокращать рабочий день, да? А какие-то еще предложения? Ну, я на работе у себя разговаривал, что говорят, митинг, и вам да, все равно примут. А что бы вы хотели? И да, народ сначала, ну да, плохо, но что, все равно примут? А, ну, я говорю, ну давайте на митинг пойдем, да, а смысл просто, ну, не верят. Смысл у нас по-другому. Да, ну, в общем, так. И вот хотел обсудить действительно, как, вот, спрашивали еще, как вести вот эту агитацию, ну, не знаю, собраться кружком как-то нам, потренироваться надо, я не знаю. я могу представить несколько слов, очень хорошо, что была поднята тема, тема наших перспектив, нашего будущего развития программы на будущее. Дело в том, что, в принципе, это одна из задач нашей конференции. Мы сегодня должны не только подвести итоги, ну, и поговорить о будущем коалиции, будущей коалиции или будущем движении. К сожалению, никто пока из выступающих эту тему не затронул. Ладно, возвращаемся. Значит, следующий, возвращаемся к выступлению. Следующий это Волков Антон, МЭПС. Правильно? Наташа, право тебе нужно. Да. Да, это сеть марксистских кружков. Вот, и с позиции марксиста сказать хотел, что говорили о митингах, значит, о протестной деятельности, о какой-то, да? Вот, а идею классовой борьбы, можно сказать, вот, профсоюзы затрагивают, так, ну, как-то в скорости. Вот, в Питере, например, я хотел бы заметить, что нету проспекта митингов и нет проспекта пикетов, а есть проспект стачек. Вот, и стачки, мне кажется, это вот сто лет назад показали себя как наиболее эффективный вид борьбы за свои права, потому что повышение пенсионного возраста и прочее социальное завоевание, да, как бы, большевистская власть, это все-таки борьба наемных работников против работодателей, которых не дают. То есть, одной протестной деятельностью как бы сыт не будешь, нужно, я считаю, бить по карману работодателя именно с постовками, стачками и прочее. Это они планируют. Это они должны быть организованы в класс. То есть, мы должны быть организованы в класс какой-то, рабочий, да, вот опять же на проспекте стачек, на панно там изображен рабочий с флагом, а на флаге написано пролетарии, все страны соединяйтесь. Вот мы забыли, кто такие пролетарии. Пролетарии – это наемные работники. Нас угнетают как наемных работников. То есть, мы должны как бы изучать вот эту марксистско-ленинскую теорию, но это как бы по желанию. А борьбу, я считаю, мало вести только протест, но борьба должна быть с другой стороны еще тоже. То есть, она должна экономически воздействовать на работодателя. И мы сейчас замахиваемся на пенсионный возраст, но это как бы уже конец пути. То есть, мы в конце добьемся там снижения пенсионного возраста. Сейчас более актуальные вещи стоят, по которым тоже будут бить. Нам продлят рабочий день и прочее, прочее. То есть, на этом не остановится. Еще вот второй момент, какой я хотел бы заметить. Значит, демонизируют сотрудников полиции. То есть, все зло, как бы, олицетворяют именно сотрудники полиции. Вот мы вышли на митинги, они нас избили, они нас боттелоскопировали, нас, значит, нарушили наши права и прочее, прочее. Они всего лишь исполняют приказ того класса, который находится у власти. То есть, вот я представил себе просто вот митинг Навального, да, незаконный, разогнали там, забили плохо, конечно, безусловно, это ужасно. Но вот я, представляете, а что было бы, если бы не было полиции? Ну вот, что бы добились протестующие? Ну, прошлись бы они по городу, ну, перекрыли бы пару дорог, ну, что бы они что-то сделали? То есть, борьба протестная, она, безусловно, очень важная, как бы роль выполняет здесь. Но без классовой борьбы, я считаю, как бы это, ну, малоэффективно, будем так говорить. И для этого, как бы, вот, как правильно товарищ сказал вот из Калининского района, что надо какую-то власть, можно тоже, опять же, большевиков поучиться, которые создавали советы, но советы, опять же, они создавали как рабочие, а не просто как какой-то абстрактный народ. То есть, ключевое здесь то, что нас угнетают и наши права ущемляют именно как наемных работников, потому что работодателю эта пенсия не нужна. То есть, она нужна работнику. Поэтому мы должны, вот как работники, вот профсоюз, слабое движение, как бы профсоюзное, то есть, оно должно все-таки как-то окрепнуть, я даже не знаю, что к этому должно привести, я просто вот наблюдаю за этим, вот вырослый мнение. Спасибо. Следующее выступление Юрий Иуфи, социально-демократический союз. Добрый день. Я представляю Российский союз и по совместительству социально-демократическую фракцию Яблока. Я хочу сказать, что вы, наверное, все в курсе, что в четырех регионах Единая Россия потерпела поражение на выборах и это напрямую связано с протестами. Если бы по стране не было массовых протестов, народ бы считал, что, ну, никто не против, все за и не голосовал бы против. То есть, протестное голосование всегда связано с протестными митингами. Например, знаете ли вы о том, что у нас в ЗАГСе Единая Россия занимает большинство, что на самом деле, и председателем в ЗАГС является только человеком Единой России, потому что там купили несколько депутатов два фракции «Справедливая Россия» и «УДПР» и так далее. То есть, во время протестов, несмотря на фальсификацию, несмотря на допуск людей к выборам, нет допуска кандидатов, несмотря на поле и на СМИ, оппозиции удается провести в разные органы власти своих представителей. У нас в 2019 году в Питере будут муниципальные выборы. Значит, муниципалитеты позволяют первое, это муниципальный фильтр. Вы все знаете, что, в прошлый раз у нас на выборах губернатора не были допущены представители оппозиционных парк, в частности, «Справедливая Россия» и «Оксана Дмитриева», «Яблоко» и так далее, другие. Значит, муниципальный фильтр нам нужно преодолеть, если мы хотим как-то двигаться во власти, что-то в ней менять. Это первое. Второе. Муниципалитеты позволяют обладать некоторыми ресурсами, в частности, взаимодействовать с разными протестными группами, в том числе жилищников и иных по ЖКХ и прочим. Муниципалитеты имеют возможность выпускать газеты. Они все их выпускают, но складируют где-то там, прямо у себя помещение. А выпуск газет, например, по ящику почтов, это массовая коммуникация с людьми. И, в общем, мы показали, на что готов обыватель. Он сейчас не готов, не на забастовки, он не готов перекрывать улицы в массовом порядке. Но вот выборы, вот эти вот, которые сейчас прошли, во многих регионах, показали, что люди готовы голосовать против. Поэтому одна из задач коалиции, я считаю, это подготовка к муниципальным выборам 2019 года. Мы должны выставлять своих кандидатов и их туда продвигать, делать леводемократические такие муниципалитеты. При этом я хочу сказать, что, допустим, особенно с Питера, у нас в разных регионах по-разному классифицируют, у нас основное это просто не допускают мизиционных кандидатов до выборов. Соответственно, когда они идут сами по себе, в общем, позапрошлый раз у нас 15 человек было только 5 заревистрировано. Нужно идти от партий. У нас есть несколько партий, от которых можно идти, но, к сожалению, последовательно-опозиционной является только, ну, декларирует себя только две, это КПРФ и Яблоко. Вот, у нас есть для, но остальные из «Праведливая Россия» прямо поддерживают Путина, РФ поддерживают Путина и все остальные поддерживают Путина. Значит, я хочу сказать про социал-демократическую фракцию Яблоко. Она была создана для того, чтобы не авторитарные левые могли участвовать в выборах. Вот, поэтому я все предлагаю, кто заинтересован в участвовать в выборах, быть кандидатом на них или, по-моему, как-то, ну, может ко мне обратиться. И второе, что я хочу сказать, что да, формы централизованного протеста немножко себя исчерпали. Мы не готовы сейчас в массовом порядке там централизовывать, перекрывать улицы и так далее, поэтому я бы для нашей коалиции поддержал бессрочный протест. Понятно, что тот, который есть сейчас, при том, что население массово-пассивно, он, наверное, заглухнет к холодам, ну, не могут люди все время там палатывать, холодать, жить, но как форма организации, как метод обучения, который нам пригодится, когда народ, наконец, сможет выйти на улицы, так же, как это было, не знаю, самоорганизация молодежи на Майдане или еще где-то, это очень полезная вещь. Поэтому я бы второе, вот пункт, на дальнейшей деятельности коалиция предложила поддержать бессрочный протест. Да, кто может туда приезжать, ребята, помогать, я вот сам планирую на следующей неделе, может быть, если найдут, где вы находитесь. Поэтому предлагаю тебе две вещи. Первое, это участие муниципальных выборов, это стратегическая задача на 19-й год. И второе, поддержка, как сейчас, тактическая, это бессрочного протеста. Потому что все остальные вот забастовки, я знаю забастовки, но я сейчас организовать нереально. Митинги, но люди попендинговали и разошлись, так далее. Вот предлагаю эти две формы обсудить. И срочный протест, и участие в муниципальных выборах где-то национальности. Следующий выступающий Семен Борзенко, ОКП. А надо садиться или можно стоить? Скажите, как вам удобно? Дорогие друзья, спасибо, что сюда пришли. Огромное количество незнакомых мне лиц, это здорово. Потому что если бы здесь в зале только лица мне знакомые, я бы расстроил. Объединенная Коммунистическая партия безусловно поддерживает любые формы, новые формы коалиции объединений, которые вбирают в себя не только политических активистов, активистов уже существующих, политических или околополитических организаций, но и тех активистов, которые осознали себя таковыми на волне социальных протестов по тем или иным поводам. Если формирующаяся сегодня, побоюсь сказать слово, организация, но пока скажу, нечто, нечто очень перспективное и хорошее, в результате, вберет в себя энергию новых людей, которые не являются членами никаких партий, никаких движений, которые только сейчас пришли, это будет означать, что мы сегодня здесь вот эти несколько часов воскресных потратили не зря. При этом, я думаю, здесь в зале нет наивных людей, и, думаю, все прекрасно понимают, что даже тот протест, который вызвал у значительных массонаселения предложение пенсионной реформы, сделанной властями в период чемпионата мира, это по большому счету частность. Одна из многих частностей в рамках большого наступления власти на социально-экономические и трудовые права граждан. Да, мы, как люди, идущие где-то в авангарде этого протеста, я думаю, здесь именно авангард сидит, конечно, должны где-то в хорошем смысле использовать неприятие этой частной реформы, которая вызвана, значит, появилась в народных массах. Но мы должны как авангард идти дальше, мы должны не бить по хвостам, мы не должны идти в хвосте этого социального протеста, а мы должны тащить народные массы, недовольные, бурлящие, обсуждающие эту тему в заводских курилках, на коммунальных кухнях и так далее, тащить за собой, тащить дальше. И вектор совершенно очевиден, это переход от частных социально-экономических требований на отдельных предприятиях и даже социально-экономических требований к власти в целом, к требованиям политическим. Здесь это уже говорилось, заострялась тема классовой борьбы, я не буду повторять эти термины, я думаю, что не все в зале сегодня готовы, но, конечно же, мы должны вести за собой массу в сторону ее политического взросления, а политическое взросление это обязательно тенденция на переход к политическим требованиям. Единственное, что я бы не согласился с моим старым другом и товарищем Юрием Иоффе, который сказал, что муниципальные выборы для нас стратегическая задача на 2019 год. Это задача. И мы знаем, что готовится не только власть, единороссы, районная администрация, Смольный, Рячеслав Серафимович Макаров и так далее, готовится большой блок либеральных организаций, хотя я думаю, он тоже пойдет на едином, но я думаю, что как-то они разделят муниципалитеты. Специальные левые активисты обязательно должны в этом поучаствовать. Но стратегически ли это задача? Думаю, нет. Думаю, все-таки это задача тактическая. Не должны мы свою стратегию подводить к муниципальным выборам, которые на самом деле опять-таки частный случай, потому что он, даже победа на отдельных муниципалитетах и в прохождении отдельных людей не будет являться серьезным элементом обновления власти. Я уже не говорю про смену власти, смену курса или тем более, извините меня, коммунист, я скажу прямо, смену социально-экономического строя, который сформировался в нашей стране в 1929. в 1931 году. Соответственно, думаю, что муниципальный выбор это все-таки не стратегическая задача. А вот подготовить и представить город от имени большого блока левых социальных организаций, отдельных активистов, широкого движения, представить городу широкую платформу программу того, каким мы видим развитие города, страны, ну, может быть, подготовить вариант народного кандидата на пуск губернатора, не для того, чтобы он прошел муниципальный фильтр, он его не праздник. Для того, чтобы он победил, он не победит. Но, выдвинув кандидатуру народного губернатора и через него транслируя городу некие идеи социально-экономического политического характера, мы сможем, я считаю, занести до максимально большого количества заинтересованных людей, я бы так бы сказал, позицию, которые в состоянии сформулировать, артикулировать именно блок левых стран и кандидатов. Вот это, мне кажется, даже более интересной и более стратегической задачей, чем частные участия муниципальных выборов с надеждой, что где-то один-два человека прожили. То есть, можно формулировать позицию и максимально широко транслировать ее в городе. Вот это интересная стратегическая задача. Хотя, на самом деле, это тоже тактика. Может быть, немножко путанная, извините. очень душно здесь. И может быть, приоткрыть окном. Спасибо. Аплодисменты Алексеенко, РСД. Социалистическое движение. Да, еще раз приветствую всех. Значит, давайте немножко ведем это. Что он сейчас имеет? Форму, мы с вами понимаем, примут. Но повод ли это расходиться? Нет, не повод. С одной стороны, это не последняя реформа. После пенсионной реформы будут другие, еще более страшные, еще более для нас тяжелые. С другой стороны, те люди, которые разрабатывали, принимали эту реформу, вообще больше не должны принимать участие в политике. За это нужно наказывать, за голосование, за реформу, за разработку и так далее. что мы должны, это мое личное мнение, не мнение, что там уже читали дискуссию о том, что мы будем делать, это задача сегодняшней встречи. На мой взгляд, мы должны стремиться переформатировать нашу коалицию в широкое социальное движение с понятными народу социальными демократическими лозунгами. прогрессивный налог, возможно, ограничение капитала зарубежного, процент всех коррупционных схем, изменение трудового отца и так далее. То, что мы все с вами знаем, то, что нас привлекает и привлекает других граждан. И для этого сейчас уникальный момент. С одной стороны, эта пенсионная реформа на самом деле сколокнула страну. Как бы нам не казалось, что у нас мало, но на самом деле практически во всех крупных городах появились штабы подобно нашему и в крупных городах будут проходить такие же собередливые конференции, на которые будут приходить такие же люди. Это возможность создать широкую федеральную структуру. С другой стороны, люди разочарованы и их уже торшили до всех этих системных оппозиционных партий. Люди им не верят. На политическом поле нету организации, которая бы выступала с такими левыми социалистическими лозунгами. И вот это поле свободно. Мы друг друга нашли, мы сработались, мы поняли, что по отдельности ничего не вытянем, мы не сможем ни с чем справиться. И исторический момент благоприятственный для того, чтобы создать такое широкое движение. задача конференции предложить вам подумать над этой темой. Это задача ни одного дня. Сегодня движение не будет образовано. Это задача может быть ближайшего года. на самом деле наша стратегическая задача, чтобы в следующем году мы наконец-то сформировали такое движение, которое будет заниматься всем. Тут был вопрос, чем заниматься. Мы должны заниматься всем. И для этого мы должны быть большими. У нас должно быть много людей. Кто-то должен заниматься выборами, кто-то должен заниматься пикетами, кто-то должен заниматься сайтами, кто-то должен зарабатывать денег, кто-то должен людей передавать в качалок, кто-то должен книги писать, статьи переводить, выступать. Нет такой вещи, которой мы не могли заниматься. У нас людей пока. 20 организаций, которые представили эту поалицию, вот мы сегодня конференцию собрали. 20 организаций по несколько десятков человек. И, соответственно, еще хотел бы людям, которые участвуют в нашей коалиции, и которые задают вопрос о том, что делать, сказать. Мы организация, такая коалиция активистская, то есть никто не может вам приказать что-то делать. Идите раздавать листовки, проводите кружки, читайте капиталы или конституции, нет. Но наша коалиция – это такой определенный инструмент для реализации ваших личных целей. То есть, если вы хотите что-то сделать, например, у вас появилась в голове какая-то мысль, не бойтесь, не стесняйтесь обратиться к вашему районному собранию, к вашему районному координатору или ко всем другим членам этой коалиции, которые состоят в группе ВКонтакте, с предложением это сделать. Я более чем уверен, что ваше предложение будет поддержано, и организация, мы должны подходить на каждой коалиции к инструменту. Не как какой-то там самой цели важной, а просто к инструменту для достижения ваших идей. Поэтому, если вы считаете, что нужно что-то делать, это и делать, и попросить в помощи у других вам, конечно же, помогут. Ну и думайте над тем, как нам дальше развиваться, в какой форме существовать, какие требования мы должны выдвигать, потому что понятно, что уже пенсионная реформа одна, мы с вами ограничиться не можем, мы должны как-то расширять нашу повестку. Здравствуйте, коллеги, друзья, знакомые, кто-то незнакомые. Значит, был вопрос, как продвигать идеи. Идеи должны выглядеть в виде очень простых и понятных тезисов. Я расскажу о тех тезисах, которые, собственно говоря, говорю людям сам. Первое. Альтернатива повышения пенсионному возрасту есть. Это повышение зарплат. Тогда при существующей даже зарплате люди будут больше отчислять пенсионные фонды. Второе. Это повышение производительности труда. Это уменьшение количества чиновников, которые работают в системе государственного управления. Отмена таможенных платежей на ввоз оборудования, материалов и технологий. Многие говорят про импортозамещение. Я говорю о том, что мы достойны всего лучшего, что есть в мире. И чем раньше это придет в нашу страну, тем раньше мы начнем жить по-человечески. Вот эти вот простые идеи, они позволяют донести, скажем так, до людей, не увлеченных в политику и в экономику, те способы позитивных изменений, которые есть в нашей стране. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать, один из выступающих, что называется, задел мои глубокие чувства. Значит, по поводу сотрудников полиции, которые выполняют приказы правящего класса. Первое. Правящий класс в России сейчас, это партийно-хозяйственная номенклатура Советского Союза. Путин, Матвиенко, Зохин, Володин, члены КПСС. Все три ветви власти до сих пор находятся во власти, скажем так, большевиков. Но, тем не менее, все они члены КПСС и партийно-хозяйственная номенклатура Советского Союза. Вы не оставляли своим внукам и детям. Вот это ключевая разница между большевиками и... Я не намерен с вами дискутировать, у меня два прадеда прошли ГУЛАГ. Поэтому дискутировать с вами и сюда можно рассказать с вами. И, наконец, то, что касается исполнения преступных приказов. У офицеров гестапо тоже были начальники, которые давали им преступные приказы. Потом был Нюренбергский трибунал, а фон Симона Розенталя до сих пор разыскивает нацистских преступников и передает их правосудию. Исполнение преступного приказа не является оправданием для исполнения данного приказа. Понятно. Если вы видите, что какой-то сотрудник полиции или вообще любой человек в погонах с флажком Российской Федерации нарушает права граждан, вы должны говорить этому человеку, о том, что он преступник, что он пойдет под трибунал и что он пойдет под люстрацию. У меня все. Следующий. Михаил Федорченко, революционная рабочая партия. Что с Баршевизм добавляет? Товарищ Баршевизм я может не добавлю, но скажу важные вещи, которые несколько очерчат нашу, нашу всем личную встречу. Естественно, мы с вами здесь все не кирпичики в некоторой электоральной модели организации, в которой есть находится. Мы не кирпичики активистов с отличными большими широкими проектами. Мы с вами здесь собрались, как не только разнородные индивиды, которые занимаются тем, что борются с рядом с требовательным законами, с полицейским вызовом, с нерадостным, с социальными требованиями, с мессионной реформой, наконец-то. Мы здесь собрались, как люди, которые являются собой ту тенденцию в нашей современной российской действительности, которая говорит нам о том, что мы, как некоторое политическое общество, мы, как люди неравнодушны, и мы, как, не побоюсь этого слова, классовая структура наемных работников, мы все с вами, я надеюсь, здесь, наемные работники, которые получают заработную плату за свой труд. И эта тенденция меня лично очень радует, что все больше и больше в России, в Петербурге, Москве, в маленьких городах люди организуются в независимых штабах, участвуют не только в экономических требованиях, что важно, но и в политических акциях. То есть это еще один из статусов, что мы должны превратить те экономические требования, которые мы, да может быть, защищаем в профсоюзах, защищаем в наших районных штабах и так далее, перенести это все на политическую сферу. Мы должны с вами заниматься, как это мне карабельно может быть сказано, именно давлением на наш оливерхический режим, на снятие реакционных законодателей, на давление на эту структуру, которая давит нашу с вами свободу, нашу с вами экономическую, политическую зависимость от правящего класса, который является естественно классным олигархом. Те, кто давит и испытывает давление на администрацию, на правительство, на все суды, на все исполнительные законодательные власти. Соответственно, я могу вам предложить сейчас только то, что мы должны с вами вступать и тесно работать не только с профсоюзными организациями, которые есть и на все предприятия, которые не могут в целом, конечно, на данном этапе организовать массовое забастовочное движение, на которое способно создать такую профсоюзную структуру защиты прав работников, которые существуют хотя бы в Европе, то есть хотя бы на тот этап рабочей борьбы и рабочее движение мы должны с вами сегодня быть. И второе, мы должны вступать и тесно участвовать с теми низовыми активистами от различных левых, левых гемократических и других подобных организаций, которые есть враждающих штабах, с тесно с ними сотрудничеств, участвовать в деятельности и всячески повышать свою директическую практическую грамотность. Мне кажется, это самое сейчас важное, что мы должны давить политически, что мы должны работать тесно с организациями в штабе и что мы должны развивать всероссийское профсоюзное деятельство. Или не создавать все независимое профсоюзное. Нет? Теперь слово предоставляется Кириллу Васильеву. Да, это я. Друзья, просто это не столько выступление, сколько попытка посоветоваться с залом. Видите ли, какая ситуация. Мы когда штаб все было против, мы открыли конференцию, мы видели в качестве некоего законодательного итога сегодняшней дискуссии. Учреждение или переформатирование нашего движения «Петербург против» некую социальную коллекцию, которая намерена продолжить борьбу против всех антисоциальных, антинародных, естественно, антирабочих, антитрудовых инициатив российской власти. Вот в ходе состоявшейся часовой дискуссии мне казалось, что жестких возражений по поводу такой идеи, по поводу такой концепции я не услышал. Может быть, конечно, я не прав. Давайте посоветуемся, имеет ли нам смысл сейчас провести какие-то, может быть, короткие дебаты на предмет того, нужна ли нам такая коалиция, готовы ли мы сегодня проголосовать за ее создание, и все ли присутствующие, по крайней мере, большинство, находят ее создание целесообразно. Какие будут мысли? Давайте тогда по регламенту примерно так договоримся, что до минуты в обоснование за или против создания такой коалиции. Да, пожалуйста. А что пройти в себе? Штабу не пройти? Вот я объясню этот момент. Дело в том, что штаб – это инициатива организаций, то есть устойчивых сложившихся групп. Это инициатива профсоюзных организаций, это инициатива левых политических организаций, партий, групп. Это инициатива уже каких-то устойчивых сообществ. Мы считаем, что продолжать работать в формате только представителей каких-то организаций было бы неправильно, потому что за эти три месяца к нашей работе подключилась масса беспартийных горожан. На районном уровне они пришли, стали полноценными, я не очень люблю слово «волонтеры», он отдает какой-то бизнес-риторикой, полноценными активистами компании. И мы считаем, что в эту коалицию нам необходимо помимо представителей партий, профсоюзов, организаций добавить и вот этих самых активистов, которые появились в ходе компании, которые сегодня пришли и участвуют в работе конференций. Мы хотим сделать наше устройство более демократичным. Такая у нас мысль. И ответил на вопрос? У меня предложение такое. Дать пять минут времени на шум, чтобы все группы и конкретные люди пришли, сформулировали свою позицию, а потом ведущие дарю отморозки уже не буду выступить, и тогда будут ехать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!